Две стороны одного визита. Дональд Трамп сейчас в Южной Корее. Это первый государственный визит президента США в эту страну за последние четверть века. О чем договариваются? О мире или о войне? Дмитрий Анопченко следит за этой поездкой. Нет войне, нет новой войне, скандируют люди, выстроившиеся с плакатами у дорог по пути следования кортежа президента Трампа. Если американский лидер пойдет на военное решение, первый удар КНДР примет на себя именно Южная Корея. И такой перспективой многие напуганы. Но из кортежа немногочисленные протесты не видны. Власти страны делают все, чтобы Трамп остался доволен визитом. Лидер Южной Кореи выступление перед прессой уже в который раз начинает словами поздравления с годовщиной у власти. Завтра действительно ровно год, как штаты пережили президентские выборы. Баллотируясь, Дональд Трамп не раз называл Северную Корею в числе своих приоритетов. Но тогда наверняка даже он не до конца понимал, насколько серьезной и взрывоопасной будет проблема, которую Соединенные Штаты сейчас пытаются решить. Решение будет, решение не может не быть, сказал Трамп на встрече с расквартированными в Корее американскими военными. Вот только какой вариант выберут в Вашингтоне? Оказалось, если у себя дома Трамп больше грозит Ким Чен Ину войной, то находясь в каких-то 100 километрах от границы с КНДР, все же заявляет о дипломатическом варианте. Думаю, мы добились большого прогресса, показывая силу. Для КНДР имеет смысл сесть за стул переговоров и заключить соглашение, которое устроило бы жителей Северной Кореи и всего мира. Трамп призвал все страны мира прекратить торговлю и бизнес с КНДР, а еще договорился с Сеулом о поставках американского оружия. Договоренности сейчас и о покупке атомных подводных лодок и средств электронной разведки. Сумма контракта не разглашается, но уже понятно, речь идет о миллионах. Учитывая военную угрозу Пхеньяна, очень многие страны сейчас серьезно задумались о покупке новейших вооружений в Соединенных Штатах. Впрочем, пока на кону оружейные миллиарды, корейский узел вряд ли будет развязан. Ведь, несмотря на всю опасность, слишком уж многих устраивает то, что сейчас происходит. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.